Как начал зарабатывать, может быть, советы? Ну, хорошо! Видно ли будет меня? Нет, в полный рост. Сейчас, советы по заработку. Ждите. Задержки проекта должен проверить, как меня видно, потому что у меня передний экранчик сейчас нет. Я его выпущу для экономии батареи. Нормально. Ребята, деньги — это основополагающая валюта всего нашего мира. Деньги — это то, что сделает вас уверенным в себе, независимым, самостоятельным и принесет в вашу жизнь множество радости. Деньги — это очень круто. Но как же их зарабатывать? Этот вопрос на голове у очень многих. И он просто не вылетает из ума. И сегодня я расскажу три правила моего финансового благополучия. Я верна, умы, я бесконечно много денег, и я могу про это говорить. Успешный успех начинается с того, чтобы вы избавились от вредных привычек, мыслили позитивно и стремились к саморазвитию. Это три главных совета. Но самый главный из них — это если хочешь, чтобы было как у меня, родись в богатой семье. Вот и всё. Ой, ущемились, ущемились там сразу. Я не какой-то гений бизнеса. Я просто потребитель. Я просто из очень богатой семьи. Всё. Мне просто повезло. Я этого не заслужил, но мне так повезло. Я ХЗ. У меня вот все вещи, которые есть, даже эта камера, одни за мои деньги. Я заработал в своей жизни не так уж и много денег, по сравнению с тем, что у меня есть. И это было по связям. Меня взяли долги вышибать, когда я был очень сильный. Мне просто фартануло, пацаны, и всё. И я понимаю то, что я этот фарт не заслужил. Но я сейчас стараюсь, стараюсь искренне стать более хорошим человеком. Потому что если я буду дальше мрать, то эта лафа закончится. Я понимаю. А как учить зарабатывать? Ну, в целом, мало чему помочь. Потому что у меня реально были и есть хорошие возможности для заработка. Я реально могу пойти работать и сам платить хорошие деньги. Но все эти возможности, это не может быть какое-то крутое, уникальное, что делал. Это всё по связям. Понимаете? Поэтому никогда не помочь не могу в вашем положении. Всё, что могу посоветовать, это будьте сильными. Сильные люди востребованы. Я это как богатый человек знаю. То есть, телохранитель очень многим нужен. Вот я без телохранителя, например, когда в Москве, например, вообще не ходил. Я об этом не распространяюсь, будешь, наверное, раз более открытым стал. Телохранитель, он очень-очень нужен. Эли Шерова тебя зовут. Привет, мой сын. Дай им кто видит. Так вот, дальше. В целом, сильный человек, он интересен. И знаете, такие щуплые, мозговитые ребята, которым не хватает силы. Сильные люди интересные. И в спорте очень много связей. И я это говорю как... Вот единственное, что я могу ручаться, потому что вот у моих роддаков это связано... У моих вообще не только, у нас вся семья, у нас моя сестра и так далее. Это все связано с физической силой как-то. И без людей, у которых есть банки, и возможности втащить, всем тяжело было бы. Это вот во-первых. Во-вторых, старайтесь разговаривать, учиться. Будьте уверенными в себе. Поставьте дикцию. Это очень, это очень сильно важно. Дикция, она капец как важна. Умение разговаривать с людьми, быть харизматичным, оно вам поможет. Третье. Учитесь учиться. Реально. И для вас единственный способ, чего добиться, это образование, если у вас нет какого-то старта. Вот прям сидите, делайте конспекты и искренне старайтесь увлечься тем, чем вы занимаетесь. Я сейчас жду рюкзенов тестов, я не знаю, ждал ли я его лет, но я пытался. И в целом, эта тема смогла заинтересовать. Это самое главное. А если она меня смогла заинтересовать, то в случае чего, я хотя бы пересдал. Ну или, ладно, не будем про коррупцию. Я хочу хотя бы в колледж сам поступить. Если я в колледж сам поступлю, я уже буду чувствовать себя как-нибудь чуть-чуть менее бесполезным. Сейчас Вадим Карелин получает очень интересные сообщения. Субтитры подал DimaTorzok Продолжение следует...